Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Большинством голосов Алексей Ладыков снова возглавил администрацию столицы Чувашии. Вопросы организации. На базе СОЖ-59 города Чебоксары прошел республиканский семинар-практикум «Организация горячего питания в школе». Красота Чувашии. В Москве открылась фотовыставка «Таван-Чержив», посвященная столетию образования Чувашии. Предпринимателям Чувашии нужно разъяснять их права на интеллектуальную собственность. Об этом говорили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Чувашской республике. Предпринимателям Чувашии необходимо знать свои права, в частности, на интеллектуальную собственность, отметил глава Чувашии Олег Николаев. Разъяснительную работу должны проводить институты развития и поддержки бизнеса. Надо в том числе направить усилия на информирование в ходе семинаров, в том числе по поводу форм и методов защиты своих прав. Ну и эти формы и методы в том числе лежат в плоскости современной регистрации прав на, скажем, на ту или иную продукцию, через расформление патентов и прочее. Ну и, конечно же, вот коллеги все говорили, самое главное в этом процессе нам, конечно же, своевременно и полно информируют друг друга с тем, чтобы пресекать попытки незаконного оборота промышленной продукции и соответствующих противоправных действий на максимально начальном этапе. Очевидно, на помощь есть цифровизация всех этих процессов. В регионе проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Алкоголь». Выявляются факты производства, приобретения, хранения, перевозки, избыта товаров и продукции без маркировки. В результате проведенных мероприятий, за истекший период текущего года, правоохранительными органами республики пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших приобретение и сбыт немаркированной алкогольной продукции. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Составлено 204 протокола об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. К сожалению, ущерб от этой продукции не только материальный. Страшнее, что от суррогата гибнут люди. С начала года уже 184 человека, поэтому контроль необходимо ужесточить, заметил Олег Николаев. На заседании обсудили и итоги проведенных мероприятий по выявлению и пресечению незаконного ввоза, производства и оборота промышленной продукции в регионе. Сейчас в России создается национальная система маркировки и прослеживания продукции. По состоянию на 1 ноября текущего года, обязательно маркировки подлежат. Изделия из меха, табачной продукции, обуви, лекарства, фотоаппараты, фирменных вспышек, духовки, туалетной воды и шивы. Инесса Потапова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Алексей Ладыков вновь восклавил администрацию столицы Чуваши. Его кандидатуру на должность сити-менеджера поддержали большинство депутатов Чебоксарского городского собрания на внеочередном заседании. До 8 октября городом 9 лет руководил Алексей Ладыков. Но по уставу Чебоксар новый созыв депутатского собрания расторг с ним контракт и в тот же день объявил о конкурсе на замещение вакантной должности сити-менеджера. Документы подали 5 человек. Конкурсная комиссия по набранным баллам рекомендовала двоих из них. Сегодня депутаты поставили точку, выбрав большинством голосов Алексея Ладыкова. Выбрали достойного кандидата Алексея Олеговича, за плечами которого огромный опыт. 9 лет работы в этой должности глава администрации города. В пятом, в шестом созыве. Последние 5 лет мы с ним плотно работали. Я как председатель комиссии по градостроительству. Совместно было благоустроено много общественных территорий. Это и Красная площадь, и Дориспарк, и Московская набережная, и Кадетский парк. Построено 20 садиков, много школ. И я уверен, что еще многое будет построено до 2025 года при работе в седьмом созыве. Поддержать кандидатуру Алексея Ладыкова приехали и депутаты Госдумы. Бывший глава столицы Чувашии Леонид Черкесов вспомнил добрым словом совместную работу с сети-менеджером. Много сделано, много привлечено федеральных средств, инфраструктуру города, строительство. Мы как никогда, вот объемы строительств увеличены. Детские сады, школы, сети-проекты, федеральные проекты, они дальше будут продолжены. Ну и, конечно же, важно, что вся та команда администрации совместно с депутатским корпусом в дальнейшем также эффективно будут работать на благо нашего любимого города и горожан. Но в неочередном заседании депутатов не ограничились только словами поддержки. Сразу же посыпались и вопросы о дальнейшей работе главы администрации. Ситуация с выделением земельных участков для многодетных семей, поддержка предпринимателей, дальнейшее благоустройство Чубаксар. Эти и другие темы не теряют своей актуальности. 24 июля на Высшем экономическом совете республики была принята комплексная программа развития Чувашской республики на 2020-2025 годы, куда вошла и программа развития города Чубаксары до 2025 года. В эту программу включена реализация 99 коммерческих проектов на 100 миллиардов рублей и 160 инфраструктурных проектов на 70 миллиардов рублей. Алексей Ладогов отметил, что сейчас для него, как для руководителя, основная задача повышать уровень жизни горожан через реализацию национальных проектов и эффективно взаимодействовать с республиканскими и федеральными органами власти. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Александр Отяков, Республика. Сегодня состоялась встреча главы Чуваши Олега Николаева с председателем Совета Чувашпотребсоюза Валерием Павловым. Они обсудили перспективы глубокой переработки сельхозпродукции и участия местных производителей в организации школьного питания. 60 тысяч сельских подворьев являются партнерами чувашских кооператоров. В системе Чувашпотребсоюза работают более тысячи магазинов и почти 200 объектов общественного питания. В целом показатели неплохие. Совокупный объект деятельности составил около 8 миллиардов рублей. С ростом в прошлом году 101,5%. Если взять нашу долю, в Российской Федерации мы занимаем по линии потребительских операций 6%, в Тривовском федеральном округе 15%. Сегодня одна из актуальных задач – организация школьного питания. Олег Николаев уверен, повышать качество детских обедов нужно за счет местной продукции. Есть необходимость организации производства полуфабликаторов для того, чтобы их в дальнейшем готовить на площадках школы. В сельской местности такая инфраструктура на сегодняшний день отсутствует. Мы, наверное, это направление страны государства очень серьезно поддерживать. На встрече обсудили и будущие меры поддержки на развитие бизнеса. Правительство Чувашии видит в Чувашпотребсоюзе стратегического партнера и готовы работать с предприятиями потребительской кооперации по всем направлениям сотрудничества. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. На базе СОЖ номер 59 города Чебоксары прошел республиканский семинар-практикум «Организация горячего питания в школе» для образовательных организаций Шумерли и Шумерлинского района. Говоря о главных составляющих здоровья, мы вспоминаем в первую очередь о полноценном и правильном питании. Особенно это касается детского организма. Об основных моментах и нюансах организации горячего питания с гостями из Шумерлинского района говорили директор столичной школы номер 59 и работники школьного кафе. Одновременно обсуждали два направления – эффективное использование средств и работу пищеблока. 12 школ города Шумерля и Шумерлинского района получили методические разработки и рекомендации. На простых примерах мы хотели показать, как правильно и качественно организовать работу на пищеблоке. Что нужно обязательно соблюдать санитарно-гигиенические правила, постоянно вести контроль поступающего сырья и пищевых продуктов, а также за технологией приготовления блюд и строго контролировать качество выпускаемой продукции. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика. Экспертная комиссия Минсольхоза Чувашской Республики рассмотрела предложение по внесению изменений в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Ежегодно на госсортоучастках республики испытывается более 250 сортов и гибридов 20-23 сельскохозяйственных культур. Закладывается от 500 до 900 сорта опытов ежегодно. За последние три года по результатам конкурсного сорта испытания рекомендованы в производство Почувашской Республики новых 38 сортов и гибридов зерновых и зернобобовых, кормовых, масличных, овощных культур и картофеля. По итогам 2020 года госсортокомиссия Почувашской Республики рекомендует сельхозтоваропроизводителям новые сорта и гибриды кукурузы, капусты, картофеля, сои и других культур. В Минздраве Чувашии обсуждают возможность расширения добровольческого движения. Готовность сотрудничать выразил волонтерский штаб Единой России в Чувашии. Волонтеры будут вести разъяснительную работу по правилам безопасного поведения в условиях пандемии и новой коронавирусной инфекции. Обзванивать и доставлять лекарства для амбулаторных пациентов на самоизоляции. В это непростое время любая помощь принимается с благодарностью. Химпром тоже решил поддержать врачей. Химпром предоставил более 3000 литров антибактериального средства Дизнова больнице скорой медицинской помощи в Чебоксарах. БСМП – одно из многопрофильных учреждений в регионе, которое принимает пациентов, больных одновременно коронавирусом и другой сопутствующей патологией. Выделенный антисептик будет использоваться посетителями при входе в учреждения, во всех кабинетах специалистов, а также в санитарно-бытовых помещениях. Кроме того, дезинфицирующие средства отправят в отделение общей врачебной практики, стационар, поликлинику. В условиях всеобщей пандемии Химпром продолжает помогать медицинским учреждениям, общественным фондам и социальным объектам, поставляя дезинфицирующие средства в качестве благотворительной помощи. В Москве на Цветном бульваре открылась фотовыставка «Таван-Щержив. Родина», посвященная столетию образования Чувашской автономной области. Она проходит в рамках проведения Дней культуры Чувашской республики. Тематически подобранные снимки расскажут москвичам о прошлом, настоящем и будущем Чувашского края и его древней столицы. Московская набережная, Чуваксарский залив и Красная площадь. Просторы Заволжья. Выставка знакомит и с достопримечательностями республики. Здесь можно увидеть исторический виадук, Мокринский железнодорожный мост, места православного паломничества, Свято-Троицкий Аллатрский мужской монастырь, Тихвинский Богородицкий женский монастырь. Живописные просторы Волги откроются с Государевой горы в Мариинском посаде и птичьего полета в Козловке. На выставке представлены фотоработы, которые рассказывают о традициях и ремеслах края, национальном костюме, древних рунических символах, вековеченных в бронзе. Я была сама в Чувашии один раз, и так получилось, что я побывала на Чувашской свадьбе. Это, конечно, было просто потрясающее событие, очень интересные у вас традиции, поэтому это так осталось у меня глубоко в памяти. Поэтому сейчас для меня, конечно, эта выставка очень значима и интересна. О нашей маленькой республике, где живут очень много замечательных, талантливых, умных людей, к сожалению, мало знают. И очень хочется, чтобы о нас узнали, о нас говорили, что мы есть, мы такие талантливые, мы хорошие, мы достойные люди своей России. И мне радостно, что на другой стороне показаны музеи трактора, музей Чапаева. Москвичи и гости столицы могут познакомиться с работами Чувашских художников, увидев народ республики, его историю, традиции глазами Анатолия Миттова, Георгия Фомерикова, Никиты Сверчкова, Людмилы Аркадия Акциновых и других. Футовыставка открыта в Москве по договоренности между правительствами Чувашия и столицы в рамках проведения Дней культуры Чувашской республики. Поэтому одно из красивых мест города Москвы отвели для выставки, посвященной столетию Чувашской республики. Люди посещают, смотрят, интересуются. Я думаю, что это очень правильно, очень интересно и очень красиво. Выставка – своеобразное приглашение в гости. Анонс того, что можно будет увидеть воочию, приехав Чуваши. Здесь, на Трубной площади, экспозиция пробудет до 29 ноября. Затем переедет Чебоксар. А эстафету Дней Чуваши примет северная столица. У нас был запланирован ряд мероприятий в рамках Петербургского международного культурного форума. Мероприятия форума отменились, но нам разрешили провести выставку. Выставка художника Рыбкина будет проведена в декабре. А вот сейчас, в середине ноября, в Санкт-Петербурге состоится мероприятие, посвященное творчеству нашего знаменитого поэта Геннадия Айги. Елена Гальперина, Татьяна Молокова, Юрий Марков. Республика из Москвы. Сегодня в России сортовал большой этнографический диктант. Он будет длиться с 3 по 8 ноября, в том числе в онлайн-формате. Знания о многочисленных народах, традициях и языках проверяют и жители Чувашии. Этнографический диктант – просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, и позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Главная задача акции – вызвать у участников желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. У разных регионов есть разные традиции и культуры. Это достаточно интересная тема для изучения. Я считаю, что надо развиваться. Тест состоит из 30 вопросов. Первые 20 из них – общефедеральные и задаются участникам по всей стране. А вот последние 10 проверяют знания о родном регионе участников. Максимальная сумма баллов – 100. Узнать свою оценку можно на официальном сайте просветительской организации мирэтно.ру. Ольга Семенова, Надежда Яковлева, Александр Атяков, Республика. Сохранили потомков искусство Чувашской вышивки. Что может быть важнее этой цели? И хотя праздником будет считаться 26 ноября, уже сейчас многие культурные события проходят под этим девизом. С 1 по 26 ноября этого года в Чувашской Республике проходит народная акция «Сурбан Перле». Идея заключается в том, чтобы силами мастеров вышивки из районов и городов республики создать «Сурбан» и продемонстрировать мастерство чувашских вышивальщиц. Каждый район республики вышьет два полотна на оба конца «Сурбана». А в центре, на белом фоне, будет располагаться вышитый логотип «Перле». Суть акции заключается в том, что мы хотим объединить районы в одно единое культурное пространство вот таким способом. В каждом районе есть мастерица, которая умеет вышивать. И у каждого района есть все-таки какая-то предпочтительная, орнаментальная какая-то культура. И мы решили сделать таким образом. Каждый район, город нашей республики вышивает фрагмент большого «Сурбана». И таким образом мы уже в конце акции соединим это в один большой такой «Сурбан-Перле». На рынке ипотечных продуктов с этого года действует новая программа по субсидируемым государственным ставкам. Речь о сельской ипотеке. Ее цель – обеспечить селин доступным и комфортным жильем, а также способствовать привлечению на село высококвалифицированных специалистов. С начала года в республике уже оформлено более 500 льготных кредитов. Об этом вы узнаете прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. До свидания. Сельская ипотека для жителей республики стала доступной в 2020 году. Лидерство по ее использованию сегодня сохраняют такие районы, как Чебоксарский, Цивильский и Вурнарский. Чаще всего, как отмечают специалисты Чуварского филиала Россельхозбанка, заемщики берут кредит на покупку готовой недвижимости. Прием заявок продолжается. 2, 3, 5, 6 ноября во всех офисах Чуварского регионального филиала Россельхозбанк пройдет неделя сельской ипотеки. Банк приглашает принять в ней участие всех тех жителей Чуваши, кого интересует приобретение собственного жилья на сельских территориях. К сельским территориям Чуваши относятся все районы и муниципалитеты, в том числе и городские, кроме городов Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, Алатарь и Канаш. Поэтому те, кто рассматривает покупку недвижимости в Цивильске, например, в Ядерне, или в коттеджных поселках Чебоксарска и Маргарусах районов, также могут воспользоваться данной программой. Специалисты на месте рассчитают стоимость кредита, предложат возможные варианты покупки жилья. Кроме того, у сотрудника банка можно получить подробные варианты субсидирования за счет средств республиканского бюджета. Напомним, что проценты по льготной ипотеке, по предложению главы Чуваши, были дополнительно снижены. Средства выдаются на покупку готового жилья на селе, земельного участка под строительство дома, квартиры в строящемся доме. Отметим, что первые месяцы действия программы «Сельская ипотека» в республике показали ее востребованность. Спрос превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов. Выделенные во втором полугодии лимиты позволяют предоставить ипотеку беспрецедентно большому числу заемщиков. Выделены до конца этого года лимиты позволят удовлетворить все поступающие заявки. Поэтому спешите обратиться в ближайшее отделение банка. Согласно решению республиканских властей, получение собственной субсидии доступно для многодетных семей с тремя и более детьми, работников агропромышленного комплекса, системы Чувашпотребсоюза, ветеринаров, работников социальной сферы и целого ряда других категорий. Эксперты предлагают рассматривать программу и как эффективную меру поддержки развития жилищного строительства. Ожидается, что до конца года улучшить свои жилищные условия с использованием сельской ипотеки смогут еще около 600 семей. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.